всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ю тубе в частности про слесарное дело сегодняшняя тема техника безопасности при выполнении слесарных работ но прежде чем начать основной часть своего видео хотелось бы сказать пару слов от себя ну во-первых слесарным дело конечно многие скажут то что я и так все знаю что на это время тратить но кому как для кого-то может это оказаться интересным хотя бы потому что проверить свои знания то есть все ли он помнит с тех времен когда он учился и получал знания о слесарном деле а для тех кто только начинает это изучать будет интересно в том плане то что может я раскрою данную тему как-то по-новому как-то поинтереснее или как минимум просто понятны простыми словами ну начнем основную часть видео и так до начала работы необходимо 1 надеть специально одежду чтобы не было свисших шихся концов рукавов необходимо засучить в локте и или закрепить то есть проще говоря вот в отделе специально одежду и бывает такое что у вас рукава свисают ну достаточно бывает их просто засучить в локте и все все нормально а бывают такие виды специальных одежда скажем так на рукавах такие резинки их называют манжеты или как правильно я точно не помню вот они как сказать удобным тем то что они не дают свисать рукава а бывают еще такие на клепках вот второй пункт это проверить слесарный верстак он должен быть прочным устойчивым и соответствовать росту рабочему слесарные тиски должны быть технически подготовлены к работе то есть проще говоря вот верстак он должен быть расположен на ровной поверхности на ровном полу то есть никаких скосов перегибов и так далее сам же верстак тоже должен быть выглядеть в хорошем техническом состоянии то есть он не должен быть кривым гнутом ржавым старым и и тому подобное а также он должен с контакт располагаться соответственно росту рабочему насколько лично я помню средний рост рабочие составляют где-то метр семьдесят метр восемьдесят это считается средний рост среднестатистического человека вот и собственно тиски это важный элемент верстака который должен быть в любом случае к ним тоже имеется самые простейшие требования они должны работать крутиться вперед-назад легко не так с контакт на среднем уровне не так легко но и не так тяжело вот они должны быть ржавые там где-то каскадь все губки там вот где губки не не должно быть сколов трещин каких-либо там повреждений проще говоря третий пункт это подготовить рабочее место удалив посторонние предметы заготовь и разложив соответствующие в порядке требования для работы инструменты четвертое проверка инструментов то есть вот какие инструменты вам нужны они должны быть тоже в техническом порядке они не должны быть грязные они не должны быть сломанные например возьмем молоток он должен быть выглядеть в рабочем состоянии то есть молоток состоит из рукоятки деревянной ручки проще говоря и металлического наконечника ручка не должна иметь трещин дырок или заусенцев он должен выглядеть в рабочем состоянии то же самое к металлическому наконечнику он должен быть соответственно своему виду одна часть плоская от другая конусообразные пятый пункт при правильном инструменте обращать внимание чтобы молотки имели слегка ровную поверхность были хорошо насажены на ручку и закреплены клином зубила и крейт смесь селин должны иметь зазубренности на рабочей части острых гранях то есть по сути то что я говорил про молоток в предыдущем просто хотел попробовать все более простыми словами но что такое зубила и крейт смесь селин я буду рассказывать в предыдущих видео но пока что сегодняшняя тема техника безопасности и шестой пункт проверка исправности оборудования во время работы необходимо первое прочно зажать какую-либо заготовку а во время закрепления или ослабевания соблюдать осторожность второй подпункт опилки убрать с верстака щеткой вообще можно и веником и чем угодно но щетки просто удобнее пункт под пункт 3 при рубке металла зубил частички металла отскакивают поэтому будьте осторожны пункт 4 не допускать загрязнение одежды легко загорающимся веществами то есть проще говоря вот вы работали желательно по возможности постирать хотя бы раз в неделю это будет нормально и следующее по окончанию работ первое это убрать рабочее место все очень просто инструменты и материал должны положить на соответствующие места второе в избежание само сгорания влажных промысленных тряпок пожара их необходимо убрать в специальный ящик в лучшем случае вообще их выкинуть мусор или сжечь чтобы риск точнее вероятность пожара вас возгорание было минимальный на безопасности как правило не экономят и тому подобное но на этом все сегодняшняя тема была маленькая но тем не менее очень важно как мы все знаем все сложное складывается из простого просто постепенно постепенно все это накладывается друг на друга одно простой добавляется к еще простому и так из двух простых мы получаем одно но более сложное объект ну а на этом все всем спасибо а не забывайте писать все комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы пишите с удовольствием прочитаю а также не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх и поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео также я подписывайтесь на мой на мою страничку вконтакте и в различных соцсетях но на этом все всем спасибо и до новых встреч